Портал экзегет. Ваши вопросы, на которые мы ищем ответы. Сегодня будем говорить о христианских ценностях. Нам поступил вопрос. Часто можно услышать термин христианские ценности. А в чем, собственно, они состоят? И что их отличает от ценностей других религий? Мы будем говорить, наверное, не только о ценностях других религий, но и, как принято говорить, о общечеловеческих ценностях, на которые не распространяется вопрос, а зачем мне это соблюдать? Какие же христианские ценности мы с вами знаем? Естественно, все ценности, которые есть в христианстве, они имеют свое основание в Священном Писании. Евангелие от Матфея, открывая пятую главу, мы с вами начинаем погружаться в те христианские ценности, которые даны человеку, самим Господом нашим Иисусом Христом Нагорной проповеди. И начало этих ценностей – заповеди блаженства. Блажение нищие духом, блажение кроткие, блажение алчущие и жаждущие правды, блажение милостивее, блажение нечисткие сердцем, блажение миротворца, блажение изгнание за правду имени моего ради, блажение, когда будут гнать вас и поносить, и всячески неправильно злословить за имя мое, радуйтесь и веселитесь. Ценность – это то, что действительно приводит к радости и веселью. Дальше Господь в трех главах изъясняет все эти ценности и говорит о многих, в общем-то, и других ценностях, которые стали общечеловеческими. Человечество приняло их, внесло во многие конституции, многих государств мира эти ценности. И эти ценности являются незыблемыми, о которых мы с вами сейчас и говорим. И говоря об этих ценностях, если мы словами даже видим попрание их, а сейчас мы, к сожалению, видим не только попрание ценностей, но даже и попрание физическое, попрание священного писания, как играют в Библии футбол, как в туалете на Западе обнаруживается Евангелие, лежащее в непотребном месте, чтобы как можно больше людей на него ходило. О чем это говорит? Это говорит о том, что человечество, человек, к сожалению, встал на путь богоборчества, встал на путь противоречия своему создателю, своему творцу. Можно так сказать, он вошел в такой антагонизм, в злостный антагонизм, о том, о чем, в общем-то, даже и помыслить нам с вами сложно. Когда мы с вами говорим о ценности родителей, мы с вами об этом еще будем говорить. Вы очень часто слышали о том, что родителей нельзя поносить. Так что сегодня, говоря о христианских ценностях и погружаясь в них, мы должны понимать, что человек, пользующийся христианскими ценностями, приобретает радость и веселье в своей жизни. Человек, живущий по этим ценностям, приобретает вечную радость и даже и здесь, на земле, будет веселиться с праведниками и с подобными ему христианами в своей краткой временной жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.